Сейчас будем заряжать трассу. Какой я сильный, а? Осторожно, впереди королы и лошади. А, это лошадь. Мать, по такой хуй, я еще на трассу не ездил, блядь. Там дороги нет вообще на перевале. Там и перевал Кутырых считается самым опасным перевалом на Алтае. Я не знаю, как переговор поедет. Машина вообще низкая, диски, мне так тебя жалко на самом... Заезжает Raptor. Бам! Когда у тебя большая тачка, тебя вообще пив. Ты куча. Не, прикол в том, что он типа... Давай, давай следующий. Это таксон, боку снарёпку. Да, тянем, тянем. Ну ты, конечно, герой. Русгидра, это варпач, у вас хуйкого работают зарядки. Не хочешь ли ты проехать 1600 километров за один день? А теперь я понимаю, что мы в полной жопе. Я заехал. Я безумно счастлив. Чуть старалась, но всё на Тесла. Номер один. Вот сегодня это... О, поздравляю. Можно с любой секунды начинать кадры снимать здесь, и получится красиво. Давно с вами не виделись. Всем здорова, друзья. Друзья, с вами я, Кирюха Варпач. И роликов не было уже очень давно. За что я у вас прошу прощения. Я немножечко отсутствовал. Прямо сейчас я уже нахожусь в России. Я вернулся пять месяцев. Я пробыл в Америке, и я очень много интересного материала привёз для вас сюда. Но этот ролик будет немножечко о другом. Я вам сразу вначале хочу сказать, что следующие видеоролики я постараюсь посвятить для вас серии кибертраков. То есть это будет что-то очень интересное, эксклюзивное и с отдельной интересной историей. Потому что всё не так просто, как вам может показаться. Но в этом видео, которое вы сейчас посмотрите, это такой а-ля демо Тесла Трип. То есть у меня есть Тесла Трип 2020 года. Илон, это видео записано специально для тебя. Для всех, кто смотрит этот видеоролик сейчас на YouTube, у меня для вас есть маленькая просьба. Я не стал делить его на разные части, не стал делать его влоговым форматом. Хотя я хочу, чтобы вы не воспринимали этот видеоролик как огромный фильм, как огромный проект. Это просто эмоции, которые испытывал я и моя команда, пока путешествовали из Москвы в Сибирь. Сервера Тесла упали. Спасибо. А вот если бы я без ключа был, я бы её хер открыл. Кирилл говорил, поехали в путешествие, будет весело. Подписывайтесь и привет! Если хоть кто-нибудь слышит меня, пожалуйста, в город. Нам очень нужна ваша помощь. У меня есть Тесла Трип 2022 года. Если вдруг кто не знает, что это такое. Это когда я беру две свои машины, беру с собой друзей. И мы просто отправляемся по городам с Москвы до Новокузнецка, до моего родного города. По каждому городу мы останавливаемся, показываем людям машины, тусуемся. Всё это снимаем. Короче, это огромная серия видеороликов, которая очень круто должна вам зайти. И вы вообще ждёте её уже очень-очень-очень много лет. И у меня есть два таких видеоролика. И я вот решил вот этот выпустить первым. И основываясь на нём, я посмотрю, понравится вам или нет. Я очень старался снимать себя самостоятельно. Мы просрали очень много файлов. И вообще, самый большой ролик по этому Алтай-рану вы могли посмотреть у Орика Давыдовича. А это нежели моя история, как я путешествовал. Многие мне говорили, кстати, при встрече, что Кирюха, ты использовал трос. Но я ни хрена не использовал трос от самой Москвы до самого Алтая. Непосредственно уже в Горном. Смотрите до конца, там будет очень много всего интересного. Прямо сейчас хочу пожелать вам приятного аппетита. И, конечно же, приятного просмотра. Я уже вначале заговорился. Впереди вас ждёт практически полтора часа интересного эксклюзива со стороны Кирюхи Варпача. Следующее видео будет про гипертрак. Приятного просмотра. Я предлагаю прямо с этого и начать. Это видео, ребят, единственная электричка в пробеге. Вот все машины. Часть автомобилей будет присоединяться по пути в каких-то городах. Что-то будет меняться, какие-то машины присоединятся. Кто-то где-то в каких-то городах, по-моему, даже остаётся. Кто будет за темп, ритм, езды, даже не понимаю. Кстати, да. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Кирюха Варпач. И сегодня у нас начинается настоящий пробег до Алтая. И моя часть, моя цель в этом пробеге доказать публично. Уже не только для моей аудитории. Эрик тоже себе снимает большой фильм, а я обойдусь вот этими влогами. Я один буду ехать в машине. Абсолютно один. Вот прям в соло. Всё в соло буду, как говорил Симпо. И буду, получается, что, ехать всю дорогу абсолютно один на большом разгрузе. У меня ничего не будет меня останавливать. Не пописать, не покакать, ни колонна, ничто. Да, я буду отставать. Но я постараюсь максимально быстро успевать за колонной. Все подробности по поводу пробега я написал в своём телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь. Там много интересной информации. Я буду выкладывать, наверное, несколько видео, либо один большой влог. Это, знаете, будет такой подогревочный влог для Тесла-трипа. Кто-нибудь вдруг не знает, в 2020 году я снял Тесла-трип первый. В 2022 я снял второй. А в 2023 я снимаю подогрев для 2020 и 2022. Ещё прикол. Я не спал. Вообще не спал. А я пойду посмотрю, хотя бы познакомлюсь с командой. Я никого не знаю практически. Но это будет грандиозное путешествие. Присаживайтесь поудобнее. Берите всё самое вкусное. А я погнал вот на этой малыхе. В смотра. Ран Алтай. Да, Тесла-ваху. Ну, вы слышали пип. Она такая, да, меня покажи. Меня покажи. А что вы скажете про такую проходку? Ну, я просто не умею красиво снимать. Я бы красиво снял. А вот так вот пи***мой. Послушайте просто. Вот эти все малыхи, короче, едут сегодня в пробег. И я вместе с ним. Я замыкающий. Ну, понимаете, у меня такая пастушья роль. Ну, чисто вот, чтобы колонна не распалась. Я чисто как собака лающая. Знаете, сзади буду такой на выхлопе. Вром, вром, вром. Я пока веселый, потому что начало. Возможно, через пару дней я сойду с ума. Ну, это проблемы будущего варпача. Погнали в пробег, ёпта. Никита, ты уже был в пробегах. И в Тесла Трипе, и с Матроране. Реально, дед пробегал, просто посидел, порыжил. Всем привет, меня зовут Никита. И Кирюха доверил мне свою Теслу Model X. И мы с ним вместе поедем из Москвы в Новокузнец. Это больше 4000 километров в одну сторону. Смотрите, как профессионально он это делает. На его месте мог бы оказаться ты, если бы купил Теслу за 18 миллионов. Как вам? Мне кажется, топ. Все? Ну, так как я женат вставлять умею, поэтому... Так как я женат вставлять умею, поэтому... Ну что, все, смотри, все уже отправились, а мы даже не торопимся. Мы домой. Если бы я первый раз был в пробеге, я бы побежал. Да, 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 да. У меня такая же тела. Прикол в том, что, типа, все на рациях, все куда-то прям летят, бегут. Все, все, а все уехали? А, ну вон еще этот... Самый прикол, что мы скоро встретимся на заправке. Да. Кто-то попить, кто-то покакать захочет. Все, и мы спокойненько. Вон они сейчас там все пока разъедутся. А мы садимся в бричку, все, с кайфом там. Мы максимально медленные. Да, мы так торопимся. Блин, все уехали. Вообще, что делать? Ну что, я поставил пункт до ближайшей зарядки 395 километров, а запас хода у нас 528. Да изи доедем, ёпта. Я еще поспать смогу, ну не по дороге, но там на зарядке. Я в ахере с того, что время сейчас 6 утра. Люди, вы куда нахер едете все? Суббота, 6 утра. Это на рыбалку все едут. На рыбалку? Мы не знали, что в дождь клев идет просто как бешеный. Поэтому все выдели дождь и пекли на рыбалку. Давай фоткаться, брат. Ну, я не спал полтора суток, давай фоткаемся, брат. Все, все. Давай, хорошего дня тебе. Блядь, брат, я уставший, но еду. Так, ну что могу сказать? Я приехал на зарядку. Пункт Е. Причем она не похожа на все предыдущие зарядные станции. И она должна выдавать 120 киловатт. 150 даже написано. Сорян, чуваки. Но я сейчас на зарядке еще и спать буду. Мне новый переходник дали. Опа! Опачки! Ема, народ! Пошел процесс. Это что, 120 киловатт, что ли? 45,5! О, 54, 59! 46 киловатт, пока Ален, я включил 120 киловатт. Ты даешь 46. Ну неее! Скажите, какую вы можете точно 100% сказать, что я могу приехать и зарядиться быстро? Хорошо, парни. Как вы можете к вам обращаться? Кирилл. Очень приятно, Кирилл. Пожалуйста, рождайте на линии. Объясняй ситуацию. Я позвонил в пункт Е, чтобы узнать, почему Она пишет, что выдает 120 кВт И платишь как за 120 кВт Но тебе выдается 48 кВт Короче, прикол в том, что сейчас рядом с тем местом Я показал вам огромная пробка Это объезд через Нижний Новгород В сторону Казани И там не вариант вообще ехать А я еще жду ответа, кстати А Никито все уезжает Я чисто таксериком поработал, увез, привез его Здравствуйте, техподдержка, Александр Здравствуйте, пользователь Кирилл Да, мне не передали, правда, станцию номер На которой вы были Я так понял, в Нижнем Новгороде, да? Да, да, все верно А какая станция? 52 52 Заряд идет несколько метров А у вас переходника нет? Я через переходник заряжаюсь Американская машина С американского порта на CCS Да, я понял Ну, с американского смысла Ну, конечно, конечно, конечно Да, я вас понял, спасибо Дело в том, что, к сожалению, вот как раз переходники, как правило, дают некоторое снижение мощности Не, 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 подождите, я не верю в это, я лично заряжался через этот переходник 150 кВт И давайте не будем обсуждать такие штуки, да, да, вот только не со мной, можете с другими пользователями, но только не со мной Я это уже миллион раз проходил Я понял, я, наверное, узнал у вас Вы в Warpatch, правильно? Да, 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 все верно Замечательно, тогда очень приятно еще раз Заимно Я понял, скорее всего, значит, все-таки это станция О, ребят, прикиньте, да, подписчики даже в техподдержке есть в пункте Е Просто по голосу узнали, это так необычно, так прикольно А, когда я разговаривал Тут чуваки подошли Здорово, пацаны Вы по геолокации? Да Нифига Ладно, пойду, споткаюсь Я поспал ровно, да, сука, час тридцать пять Отлично Заряжен на полную Я поспал Всем доброе утро У меня все чувства, все намного лучше Хорошо, хорошо поспал Включил пацанам выхлоп, пацаны, как выхлоп? Нормально выхлоп? Да Ну, я, короче, поехал, пацаны Давайте Все, я погнал И я на пароме Короче, не спрашивайте, почему сейчас ночь Я просто заехал к подруге передать вещь с Москвы А в итоге я оказался здесь на пароме Намного меньше километража приходится наматывать, когда плывешь на пароме Потому что ты не объезжаешь весь город Это первый плюс А у меня очень мало километров, кстати, осталось Сколько? Сейчас скажу 71 километр, а мне нужна зарядка А извините, а можно у вас спросить? Почему люди пользуются паромом? Экономия километража, времени Мне никуда поворачивать не нужно Все просто гашетку нажал и выехал прямо Вообще А еще здесь офигенная наклейка Как вам? Скидывай свои малыхи Потому что ты по-любому ее называешь Зая А тут есть злая Зая, а еще и хулиганка Пролетаю я, значит, в потоке Еду на зарядку Сейчас еще Филипп должен приехать Здорово, брат Тебя как звать? Электробранд Адель Адель, слушай, ты сказал, что ты купил Теслу, когда насмотрелся моих видосов Я только из-за того, что посмотрел твои влоги все Только из-за этого В принципе, уговорил себя на электричку Расскажи, как тебе Тесла? Ну вот давай вот прям Вот что ты чувствуешь? Или вот просто вот что, короче, в кайф? В кайф, во-первых, экономия Ага Второй момент Знаешь, какой кайф, когда стоишь на светофоре А рядом с тобой такая эмочка Весь такой нафырканный парень Да, да, да А ты такой с марты просто включаешь И такой, знаешь, зеленый загорается А ты просто уехал в точку И он такой Да, 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 да Так и получается Я заметил, что у тебя перв Да, это перв Есть карбоновый спойлер Красные суппорта И сзади, ну, Долл Моторс Подчеркнуто красным значком Идем заселяться Слушайте, мне кажется Эрик выбирал лифт По цвету его тени просто Ой-ой-ой Ой-ой-ой А пахнет как Это причем прям в аэропорту Казанский аэропорт Двери тут как выглядят Охренеть Вообще ни разу не слышал об этом отеле Но очень стильно Десятку стоит ночь С завтраком Оп Да будет себе Ну, слушайте, неплохо Неплохо Тут десяточка Понятно за что Знаете за что? За то, что это новый отель Новый отель Десятка за это и платится Ну, бать Не, ладно, прикольно Ну, как будто бы он не должен стоить десятку Я до сих пор За полтора дня Поспал всего ничего Полтора часа У каждого же была такая ситуация Ты сидишь в своей машине Плетешь подделку из бисера И вдруг тебе приходит уведомление на телефон О, блин, рассыпал Предприниматель из Тюмени Вадим Боков разработал целую линейку беспроводных пылесосов Пока американец Илон Маск думает о космосе Тюменский Илон Маск разрабатывает новые технологии, которые очень прикольны для реальной жизни У меня в руках уникальный пылесос-батон CG Cleaner Car Он уникальный за счет своего размера И он легко помещается в бардачке, карте двери И его удобно брать с собой Он маленький Хотя пылесос очень компактный Сила всасывания у него, как у больших полноразмерных домашних пылесосов Тюменский пылесос-батон уберет между сидениями И доберется до любых труднодоступных мест в авто Его диаметр всего 5,5 сантиметров Пролезает буквально всюду И можно убирать не только машину, но и мебель Пылесос очень легкий, весит всего полкило Удобно работать, руки не устают Справиться с любой щелью в машине Для нестандартных щелей в комплекте есть три насадки Вот столько у нас мусора получилось CG Cleaner Car Молодец! Также в линейке представлен CG Robot Lidar В отличие от аналогов, тюменский робот-пылесос не буксует на порогах А также может преодолевать препятствия до 2 сантиметров Расход зарядки тюменцев ниже, а контейнер для пыли объемнее Можно чистить и заряжать пылесос после двух-трех уборок Также в линейке представлен CG Cleaner Vash, который может работать без участия владельца Он сам себе подает воду и сам полирует Намертво прикрепляется к поверхности и не отваливается Мойщик подходит для окон, зеркал, дверей, плитки Для всего, что вы раньше мыли вручную Важный факт! Вадима Бокова отметили в Forbes как человека, который очень быстро может отвечать на потребности россиян И восполнять их Красавчик! Покупайте технику Кейс Гуру по ссылочке в описании Либо по QR-коду, который вы видите у себя на экране А по промокоду Варпач вы получите скидку аж в 500 рублей Все нужные ссылочки для вас находятся в описании Все заехали сюда на автомобилях И да, вам доброе утро уже Мне кажется, для детей это просто сегодня какой-то супер праздник Вот тут даже краски принесли Я считаю, что добро нужно нести И начинать менять мир нужно Если ты хочешь это делать То именно с себя Просто берешь и делаешь Потому что ты сейчас сидишь где-то, я не знаю, дома, на диване, за компьютером Ну просто задумайся, что По сути, человек нужен человеку И вот в этом пробеге показаны не просто места, где мы будем останавливаться И сколько километров между городами Там также указаны детские дома То есть в каком городе мы едем в детский дом В моей машине в данный момент лежит телевизор для детского дома В Новосибирске Еще раз повторю Если хочешь изменить мир Начни именно с себя Я для тебя отличный пример того, что Если хочешь поменять мир, начни с себя Я вот начал с электричек Тоже мир меняется И добро точно так же сеется Ты сделал добро, это добро пошло дальше И тебе бумерангом потом вернется И в тарму засчитается Смотрите, сколько всего мы сейчас занесли Сотни с левой, да? Ооо, какие-то полочки куча сока продукты все еще носится и носится просто фурами разгружаемся сейчас колонна приехала детский дом и мы будем счастливы детей чтобы они были счастливы дарить им подарки показывать машины дарить классные позитивные эмоции на самом деле мне кажется что эрик молодец что делает такие движухи потому что кто если не мы вот ты сидишь на диване смотришь вот сюда просто по-братски поставь лайк это поддержит видеоролик или об этом узнают больше людей что нести добро оператор ты да спасибо эрик давилович мы работаем люди в курсе любите детишек ухаживайте за ними даже если они не дома если у них нет своего дома старайтесь как всегда помогать мы помогли кто-то еще поможет так и все будет мирно и дружно заранее перед тем как сюда ехать мы узнали что самое необходимое нужно тому и иному детскому дому закупились принтеры несут коробки смотрите сколько людей помогает и вот это все я считаю огромное добро вот еще одна комната все заносит заносит коробки коробки красную краску дам еще флаг сделать на самом деле когда вот своими глазами видишь всех этих детей мне каждый раз вы знаете у меня очень сложное чувство каждый раз это вот в интернатах детских домах детей дцпшников меня каждый раз таких случаях настигают меня прям бьет по голове как будто по затылку меня ударило задуматься чувак все твои проблемы это нихера не проблемы слова совсем стоит задуматься что ты можешь сейчас сидеть и жаловаться на свою жизнь а на самом деле у тебя прекрасная жизнь тебя есть семья тебя есть любящие родители есть руки ноги а вот у этих детей вообще ничего нет у них есть просто дом где они живут все вместе они любят петь они поют они рисуют танцуют качаются на качели и такой день для них реально праздник все эти добро вы знаете я не просто так назвал свой телеграм-канал добрый варпач мы в этом пробеге помимо того что мы просто едем в алтай мы помогаем детским домам финансово финансово медийно показываем рассказываем об этом и своим присутствием делаем детям праздник все-таки я кирюху варпач позитивный и погнали и у нас на машинах кстати есть вот бренды наклеены здесь здесь вот здесь вот с этого стекла надеюсь это все на самом деле спонсоры которые помогли собрать деньги для детских домов за что огромное им спасибо проверяем будет ли работать здесь зарядка и и на трассе даешь 78 киловатт же 106 киловатт выдает ёбаный бобаный охренеть вот это реально круто каждым годом зарядных станций становится все больше и больше я этому не могу не радоваться они стоят именно по маршруту которому я обычно в сибирь катался кто-то в этих компаниях я вам клянусь смотрел мои видосы посмотрел мой маршрут и по маршруту также ставил потому что в другие точки ты отклоняешься в другие города там пусто 2018 даже году я ехал точно по такому же маршруту просто охренеть я не знаю братан если ты смотришь этот ролик спасибо тебе огромное ребята просто черканите еще в комментариях к этому ролику спасибо неизвестному человеку или это я думаю группа людей это потому что вряд ли один кто это сделал кто может быть это ребенок какого-то чиновника который сказал слушай я смотрел блогера там туда то сюда то может быть это сам кто поставил руководитель какой из компаний просто показывает и круто круто я просто жму всем виртуальную руку за то что вы безумно помогаете вы безумно помогаете не только меня мне а вы помогаете продвигать всю электро инфраструктуру в двадцать втором году я tesla trip номер два снимал ничего не первый не второй и вышел бы хотя бы эти видосы по поверьте tesla trip это это очень крутое создание как для меня как для креатора это прям полноценный красивый классный эмоциональный фильм который на протяжении всего видеоролика держится напряжение где-то расслабляет где-то показывает какие-то нюансы ну короче tesla trip я думаю обязательно будет у меня вот поставь лайк если хочешь тестов типа просто поставь лайк если хочешь теста 3 полизаете это будет такая легенда которая никогда не выйдет но вы будете знать про то что у меня каждый человек вообще каждый просто спрашивает крюха когда ты слабил так что все я безумно рад что это все заряжает все это работает спасибо кто бы ты не был спасибо вот чисто от бате тейси вот беру хивар пача огромный лайк эрик попросил найти меня место какое-нибудь и буквально минут через пять я нашел островок в любом случае мне кажется в алтае именно в горном алтае я по-любому применю трос так что обязательно досматривать до этого момента а сейчас у нас вот такой вот островок витрище нормальный такой я посмотрел по карте но и минут не 10 ехать и минут 15-20 наверно сюда ковылять в любом случае подожду чего у меня заряд еще дофига я нормально так прокатился 375 километров до ижевска там порядка 70 километров я жду команду банк ауэр лейтэр приехали наконец-то догнали подъезжают суетологи да да привет я сегодня стоял на заправке и писал электрические машины точно должен рекламировать потому что как доехать в жопу мира на электричество ты поехал ты поехал на электричество ты сделал а он здесь я здесь у него свое путешествие варпач он в пробеге но с пробегом он никогда не едет он едет один всегда просто психоодиночка называется вот так это его по-другому назовешь а сколько ты зарядился? там фул а полный? вообще полный не я полный заряжен блять блять где-то подъебываю да? пошел нахуй я точно уверен но ничего хорошего не подумал не ну ты точно думаешь что какой-то чит используется какой-то чит используется ну как-то блять ну это нереально блять когда мы едем с такой скорость он здесь не ну несмотря на это у меня же тысяча сильная машина ну понятно ну надо да я заряжаюсь достаточно я могу и 80 могу 150 могу и 110 а? да 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 с отдельным путешествием буквально никого никого не было и бах все сразу приехали ну и кормушка там открылась дыньки 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 общак и жест встречает сразу сходу руку чуть стерлась но все на месте номер 1 именно с ним мы клеили ту самую наклейку на модель по моему выглядит неплохо прям нормально на клир прям как надо ладно начнем с хороших новостей это ребята которые пришли по геолокации я так понимаю вот все вот здесь вот стоят короче а я что делаю я ебу с зарядкой как это выглядит смотрите это приложение русгидро я специально здесь есть еще одна зарядка но я приехал сюда я думаю что нужно было попробовать зарядиться на русгидро объясню дальше в следующих городах у меня будут зарядные станции русгидро это такие как перми екатеринбург и вот дальше тоже и сейчас я попытался зайти к ним приложение привязать карточку потому что старая почему-то она не определяется и знаете что не грузит приложение но это еще не самое главное самое дурацкое это то что вот этот человек на валюте стоит здесь порядка сколько часов больше двух часов вот я понимаю что наверное в Ижевске не так много электроавтомобилей но вот так вот поступать нельзя у него естественно в машине защелкнулся провод и его никак невозможно вытащить не ну есть конечно способ но я не хочу этого делать но классно эволют вот надо майнкрафт запускать и играть вот в нем ну точно не вот так вот поступать и в итоге я сейчас не могу ничего сделать потому что в приложении это выглядит примерно вот выглядит примерно вот так я нажимаю на вот эту станцию выбираю чей демо выбираю сколько стоит начать видите не определяет никакие реквизиты карты не пишет давай подтвердить оплату ничего не происходит хорошо я попробовал по-другому чей демо 16 рублей начать давай может быть сменим карточку так выберите метод оплаты так я понял хорошо мы не будем туда нажимать еще раз инстаграм сменяем этот оплаты перейти к способам оплаты перешел нам нужно добавить новую карту я нажимаю при добавлении карты да 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 хорошо arthritis здесь когда нажимаю тоже ничего не происходит и вот как я должен зарядится на платной зарядке pont교 даже приложение не работает. Что, может быть, у меня андроид-устройство должно быть, я не знаю, чтобы оно нормально работало. Ну вот как с этим? Ну что? Вот что делать? Иди в столицу по голосовому пробуйте. У кого-то еще есть варианты? Ехать на другую. Ну вот я тоже просматриваю такой вариант. Даже куда в дом готов? Да, походу придется ехать туда. Потому что я не хочу терять время, я хочу догнать колонну. Потому что они повернули сразу на Пермь, они обогнули Ижевск, а мне вот в Ижевске нужна зарядка. Ну и не могу я это сделать. Ну как-то же он поставил, как-то же он заряжается, я не могу. И не понимаю почему. А техподдержку я звоню, знаете что? Я докажу. Я пруф сейчас сделаю. Сейчас не может принять ваш звонок. Если хотите оставить его в голосовой сообщении, говорите после звукового сигнала. Русгидро, это Варпач. У вас ху**ого работают зарядки в городе Ижевске. Торговый центр столицы. Вот, вам огромный привет от Варпача. Надеюсь, вы кто-то это послушает. Вы мой подписчик и просто прислушаетесь. А вот то, что я сейчас сказал, вы увидите на развлекательный канал Варпач. До свидания, Русгидро. И пошел дождь. Я не хочу отставать от колонны. Так что я сейчас со всеми сфоткаюсь и погоню на следующий заряд. Let's go. Так, ну что, я первым делом, конечно же, сразу зарядился. Тут была еще Тесла, но я ее что-то не подснял, не подумал, пацаны еще остались. Здорово, пацаны. Так, ребята, короче, прикол в том, что невозможно вытащить с этого пистолета переходник. Ну, сейчас вот в четыре руки. Давай два ствола чисто. Давай. О, получается. Давай, я держу, ты так же толкаешь. Все, у нас тут лазит. Отлично. Прикиньте, вот чем приходится заниматься. Сколько сейчас времени? 3.30. Сколько четвертого влажня. Смотри, я смотри, ты зазор на юс, моя не втаскивает. Отлично. Отлично. Я делаю, ты глупый. Нет, прикол в том, что он типа давай, давай. Это так, что он, как он стоял в коже. Да. Тянем, тянем. Вытаскивается? Я вообще не чувствую. Его прям ровно надо вытаскивать. Не виниться, а ровно. Вот и как это, блядь, вытаскивай, нахуй, а? Пойдет, чего ты. Причем проблема, знаете, в чем? Вот в пистолете. Потому что здесь все, я нахуй, это даже. Такие зарядки. Что все хорошо. А оказалось, без знакомых. О! Представляете, безпроводная зарядка. Перед риском, мы это сделали. Первая в мире, безпроводная зарядка. Вот если смотрите, ничего не посоединено. Зеленый горит. И рядом зарядная станция. Представляете? Вот это вот, как тебе такое, Иван Маслов? Это Тесла. Эти вот ваши Америкосы, конечно. Ну вот, беспроводная зарядка в Перме есть, да, пацаны? Да. Да, вот. И все отсюда есть. Да, я понял. Здесь новые технологии просто. Ребят, слушайте, мое утро началось просто невероятным образом. Меня встретили ребята. Привет! Это Пермь, короче. Смотрите, вот, просто ребята пришли. Я не знаю, как они нашли, где мы находимся. Ну и сейчас мы со всеми пофоткаемся. Планов я вообще не знаю. Я видел, даже две Тесла приехало. Один из них по владелец Тесочки. И еще вон там вот Model 3 стоит. Я не знаю, ко мне, не ко мне. Но вон там. О, привет, да. Вчера нас тоже еще один Тесловод встречал. На серой Эске. Ладно, все, сейчас фоткаемся с ребятами. И потом расскажу о планах, что мы делаем, куда едем. Я, кстати, я только кофе попил, я не позавтракал. Надо где-то еще похавать взять. Потому что в ресторане, в котором мы сидели, обслуживание было просто полтора или два часа. Давайте все на раз, два, три. Парашки, выходи! Давай, раз, два, три. Парашки, выходи! Раз, два, три. Парашки, выходи! Привет, дети мои! Привет, Патрик к вам спустился! Я сумел ехать немного от ребят перед выездом. Сейчас заряжаюсь точно там же, потому что это рядом с отелем. И тут, конечно же, пришел у нас Саня Шаврин. Я показывал во всех Тесла-трипах, но так как вы Тесла-трипы не видели, вы не знаете. Саня, это вот владелец замечательного Полистара 2-го, который обзор есть на канале. Вы часто спрашивали, что с Полистаром. Вот он, ребята, стоит, родненький. Вот он, красивенький, классненький. Саня, что ты на нем делал уже? Вчера буквально фары задние, короче, там проводки перетерлись и все. Ну, в Германию съездил. Вот, что в Германии? Мотор менял? Мотор менял, делал прошивку, прошивка 2.0, которая обновляется сама. Сейчас она у меня обновляется до... Сейчас у меня по 10 стоит. Плюс у меня работает приложение, плюс у меня работают, короче, все обновления, игры. Даже, кстати, это баги рейсинг есть. О, нифига. Слушай, мне кажется, вообще у тебя... Я вот Полистаров ни одного на дорогах не видел, кроме вот этого в Перми. Вот реально, ни одного. Ну, их много уже, достаточно много, но они китайские. У них проблемы с прошивками. Просто, ребят, такие люди, как обычно, как правило, не медийные, но я вот решил, что нужно достать камеру, и чтобы вы в лицо просто знали героев, которые, вот знаете, у истоков. Ты приезжаешь на зарядку, делаешь фоточку, достаешь... Какую зарядку, нахрен? 380? 380. Красная розетка, блядка, вот это вот, ты СТОшку ищешь, или ты приезжаешь туда, кто до тебя нашел, до тебя договорился, и ты приезжаешь, говоришь, да у вас тут Тесла когда-то была, показываешь фотку, они такие, а, да, все, знаем, как, что делается. Вот в этом была роботика. А сейчас приезжаешь на зарядку и понимаешь, что вот телефон ты достал, думаешь, сейчас кучу дел сделаешь, а нет, ты уже зарядился. Скорость сейчас зарядок такая быстрая. Когда я когда ехал, я расскажу эту историю сюда, я когда ехал в Сибирь в 18-м году, твой отец, на который ты сейчас катаешься, приехал в Перми на машине и просто дал мне кипу проводов и говорит, Кирюха, на, тебе это понадобится. Я такой, блин, это просто как, как будто Господь Бог спустился, потому что на каждой зарядке в приложении я видел эту красную Model S. Ну понятно, что вот этот переходник вы берете, вот этим. Ну да, это вот в это вставляется. Да, вот этим вы вставляете, либо такой, либо такой будет у этих. Ты берешь камень, ты уже готовый. Штырь можешь забить туда-сюда. Ну да, ну поскольку я энергетик, я это вот. Спасибо. Очень четко понимаю. Охренеть. Сколько по отбору. И вот мы такие, знаете, как старперы, такие старые электроводы, такие, ой, блядь, раньше было лучше, но. А мне еще нужно, кстати, колонну догнать, потому что они куда-то сейчас, они, они сейчас заправляются, они, а, кстати, у нас колонна постоянно ищет сотый бензин. Они постоянно, у них есть отдельный человек, который ищет сотый бензин, и они постоянно сидят на телефоне, такие, точку кидают, здесь сотый бензин, все сюда, и все такие, мяу, туда, все, они сейчас заправляются. Да, 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 да. По сути, да, я ищу быстрые зарядки, для меня это как сотый бензин. Сейчас я отправляюсь за колонны, надеюсь, успею их догнать до Екатеринбурга, всего 300, там, 60-350 километров, но ехать порядка 6 часов из-за пробок, которые есть на дороге. Надеюсь, я успею догнать колонну, поеду чуть-чуть побыстрее, и заряда, думаю, тоже хватит, по пути есть на всякий случай зарядки. Смотрите, как работает, там стоит полиция, и вот так вот все предупреждают друг друга. И лайки, лайки, лайки ставят, в салон посмотреть. Во, вот это солидарность. Ну, надеюсь, вам видно было. Я думал, что догоняю колонну, но на самом деле я просто встал в огромную пробку. У Эрика локация прогрузилась где-то плюс-минус здесь, в последний момент, ну и вот они в 20 километрах от меня находятся. Что я вижу в чате, пишет, там, короче, огромная пробка. Вот так вот, нажимаю два раза, все. Я на автопилоте, выставлю скорость есть, ну, какой-нибудь, не знаю, полтинночек. Вот, едем, катимся. Смотрите, какая пробка. Сколько километров здесь пробки. Кстати, почти догнал колонну. Ну что, я приехал в Екатеринбург. 357 километров я преодолел за 5 часов 27 минут. Это здесь показана продолжительность, когда ты не выходил из машины. То есть я 5 с половиной ебутых часов сидел, блядь, в машине и ехал по этим злоебучим пробкам. Но больше всего меня удивляет среднее потребление 217 ватт-час на километр. Давайте объясню так. Если бы у вас был бак 100 литров, у вас машина на 100 километров жрала бы 21 литр. Вот так самое простое объяснение у меня для вас есть. Ой, я впервые за 5 с половиной часов отстегиваюсь и сижу из другого положения. Я просто нахуй день. Ну то есть это порядка 500 километров. И самое крутое, то что я приехал на зарядку. Россети. Хотя нет, в пиздец. Я на такой заряжаться точно не буду. Точно на такой же взорвал пиропатрон в плейде. Я не буду заряжаться. Первым делом привет с Урао. Это леденцы, чай. О, ничего не знаю. Ты знаешь, что такое не ешь? Спасибо большое. Вот, еще не в своем, но я обзор на бомбочки. Лайк тебе. Шаришь, шаришь. Ну, что мы будем использовать сегодня? Есть с разными вкусами, разных размеров. Пупырчатые и нет. Смотрите, вот с таким звуком взрываются пиропатроны просто. Вот именно с таким звуком. Я не знаю, они что запустили там. Очень страшно, ребята, очень страшно. Чувствуешь, чем пахнет? Это новый. Я взял новый с собой в дорогу. Новый. Новый от плейда. Специально для таких случаев. На всякий, сука, случай. Чувствуешь, чем пахнет? А? Вот. Вот таким вот пахнет. Главное, красную кнопку не заделить. Вот. Блядь, не знаю. Я фотку хочу сделать. Смотрите в соцсетях. Фотка будет с ростсетями и пиропатроном обязательно. Просто. Блядь, я сижу и жду. Потому что я знаю, что делать, если что. Вот при этом сообщение. Где-то в 7 часов ребята приехали. Я здесь стою. Ну и в городе уже нахожусь, наверное, полтора... Ой, кого? Полтора? Полчаса. И отстал примерно на полтора часа. Во. Наконец-то я могу сделать вам замеры того, насколько я отстаю от колонны. Ну, в этот раз между этими городами. Короче, показываю ребятам кусочек Тесла-3 по своему городу с Екатеринбурга. Вот. 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 Чтобы всех захватить. Вот стоят ребята. Что ты говоришь, когда увидел Россети? Я немножко был в шоке. Вы помните, что он перед этим сказал, да? Он сказал, я был в ахуе. Короче. Балили контору. Короче. О! Прикиньте. Магия. Только что восстановил. Вот докажите, что ноль было. Да. Было ноль. Я по этому камеру включил. И сейчас включилась опять зарядка. Хотел снять, что она перегрелась. Мама я в ютубе. Да, 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 да. Ну вот посмотрите. А что это? 20 минут машин говорит, что можно заряжаться. А тут вот по нулям вообще. Ну то что? Ну на Россети. Не выдержали полный. О! Что-то там скакануло. И не, не может. Все. Не вытягивает плейт. Вообще конкретно. Я заснял охерительный момент. Давай. О! Бум! Бум! Блин, ну не так красиво, как я глазами видел. Посмотрите, как эстетически красиво выглядит сегодняшний отель. Просто я не могу. Я так кайфую от этих прямых линий. Я как будто по лабиринту какого-то бесконечного иду. Ох ехать. Батюшки, смотрите. Явно тут какой-то малыхи не хватает, мне кажется. Ебатюшки, ты посмотри, а? Ну вот эта вот плитка, блядера, ей точно не идет. Ну вот вообще, вот эту плитку поменять и вообще бы было заебумба. Итак, что у нас в итоге? Мы завтра выдвигаемся в Тюмень и затем в Омск. Команда, то есть вся смотра, весь наш пробег, все машины отправляются сразу в Омск. Но я же еду до Тюмени. Мне ехать где-то 340-330 километров. Дальше по всему маршруту до Новосибирска меня ждет Русгидро. И будет ли она на этот раз работать, я совершенно не знаю. При добавлении карты, та-та-та-та-та, да, хорошо. Нажимая продолжить, ничего не происходит. Нажимая продолжить, ничего не происходит. Русгидро, это Варпач, у вас ху**о работают зарядки в городе Ижевске. Надеюсь, все получится, держим за меня пальчики, кулачки, лайки обязательно ставим за все такое путешествие. Мне звонит такой Эрик и говорит, слушай, Кирюх, тут такое предложение поступило, за тебя все переживают. Но не хочешь ли ты проехать 1600 километров за один день? Я недолго думаю, говорю, да, поехали. Мне пофиг, я реально готов проехать 1600, да, скажи мне 2000 проехать, я 2000 поеду. Как насчет завтра е**нуть 1600 километров за сутки? Огнали. Еще раз? Огнали. Варпач, красавчик, не сомневался, но вообще просто это сильно. Я хочу оставить большой след в Российской Федерации, как человек, который продвигает электроавтомобили. Клянусь, я ни копейки не зарабатываю с того, что я делаю. Я купил свою первую Теслу в день смерти отца. И мне кажется, у меня психологически привязалась Тесла и электроавтомобили к событию тому, что я 2 марта 2018 года потерял своего отца. Если у меня есть цель, неважно, какими методами, я ее просто достигаю. То есть, ну, это нужно, это прикольная черта, как мне кажется, это сильная черта в моем организме, в моей голове. Если я поставлю себе цель, я со стопроцентной вероятностью ее добьюсь. То есть, любая цель для человека исполнима. Я уложусь в покиноки, а вам приятного аппетита. Ребят, смотрите, мы же едем по детским домам. Давай, рассказывай, что у тебя там в пакетике. Ребятишкам, нифига. Машины, фломастеры. Нифига. И еще тут машинки. Красавчик. Дай руку пожму. Красавчик. И вот к телевизору еще присоединяется вот пакетик от подписчика. Так, нежданно-негаданно мы едем с Форд Раптор. На чем мы тебя бросим? Мы очень много едем. Ты на жалко. Ты ешь, ты ешь, ты грустно. Да идея, нормально. Вообще по кайфу было. Сейчас я слушаю анекдоты с ребятами. Сиди, угораю с рациями. Вот за нами подписчик увязался на... Что это? Как у тебя машина называется? Тренажка. Тренажка. Ну просто для меня это... Я бы назвал это четверка, правда. Ну да, 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 да. Байк красиво. Внеплановая остановка вдоль прассы. Пацаны прям со стробоскопом охерачили. А можете бы еще поморгать? Типа как это со стороны выглядело? Просто мы едем вот оттуда и видим просто издалека, короче. Мы сразу в рацию. Давайте остановимся вот так вот. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Да, ну вот видно. Короче, издалека прям вообще нормально было видно. Все, сейчас пофоткаемся. Мы с работы ради тебя сюда приехали, серьезно. Подожди, это твоя работа? Телок на шпажку на саду? Да, я так видно. Я понял, ну ладно. Сейчас мы отфоткаемся и едем дальше. Заезжает раптор. Бам! Когда у тебя большая тачка, тебе вообще пив. На самом деле на тачке вообще ничего не осталось. Ты ее переехать мог спокойно. Если бы чуть-чуть по-глоге. Здесь же, да, с этой стороны? А тут даже ничего нет. Такой легкий. Вообще пофиг. Легкий удар, я думал, не понял. Я вроде помернул, уже не видел. Ага. Легся на приборку. Так вот, не понял. Причем, знаешь, что? Я не бросил газ. Я качаю дальше. И уже задним, короче, я чуть-чуть... А, я понял, понял. Там на заднем прям... Мне кажется, это пофиг вообще. Смотри, даже вот этот ворсинка не отлетел. Ворсинка, реально ворсинка на месте тут. Новая, еще походит. Короче, давайте расскажем про нашу грандиозную идею, которую придумали. Мы сейчас хотим пранкануть Эрика. Потому что он выложил в сториз, да и в конфе у нас он выложил вот такие вещи. Доброе утро. У нас новости. Варпач опять доехал. Опять доехал. Ночью. Причем он приехал ночью, где-то зарядился, потом выспался, куда-то побежал. Короче, его опять нету. Он уже едет в Омск. Сидим на завтраке, рассуждаем, как ворпач передвигается. Ему сегодня нужно проехать тысячу километров за... За день. Есть вероятность, что знаете, что он делает? Он, короче, нанимает эвакуатор. Ну, вот есть у него 960 километров пути. Нанимает, мне кажется, эвакуатор. 900 на эвакуаторе. И пока спит на полном заряде. Потом загружается. 60 остается у него. Потом 60 идет. Пару фоточек для отчетности. Ну, типа, пацаны, я тут это. Ну, и потом вечером мы встречаемся. Ну, вряд ли. Скорее всего, Кирюха там страдает. Потому что все спрашивают, вы готовы до Новосиба ехать? И я сейчас скажу, что нет, я очень сильно устал, потому что мы, когда дойдем до Омск, уже будет тысяча километров. Ну, почти тысяча, да. Сейчас мы, короче, я поставлю камеру, мы запишем Эрику кружок в нашу конфу, где мы все общаемся, когда вот едем. Короче, просто наблюдайте, просто наблюдайте. Ну, че, короче, я пи***ц заебался. Ну, я прям устал. Зарядки сраны еще, дорога. Ну, дорога, кстати, хорошая была. Вот я очень погустал. Мне Яна скинуло отель. Я в этот отель буду заселяться. Ребятам спасибо огромное за то, что сопроводили. Я хотя бы не один был срад. Завтра же можно приехать? Это пораньше просну специально, ну, там в 6 утра. Самое интересное, то, что Эрик вообще б***ь будет, что Тесла как-то доехала до сюда, а больше б***ь будет, когда Тесла проехала от... Мы с Екатеринбурга доедем до Новосибирска за один день. И когда он проснется, я ему ничего не скажу, мы просто поставим свои тачки рядом с его тачками, пускай он сам увидит это. Он сомневается, что ты с ЕКБ до Омска, в принципе? Да, он сомневался, что до Омска. Да, он говорил голосовом, что, типа, ты поставил на эвакуатор, и там это... Что Кирюха оставит тачку на эвакуатор, проедет основной путь на эвакуаторе, типа, выспится, заряется, проедет соточку там, и уже б***ь в Омск. У меня пруфы есть, я весь путь самостоятельно проехал. Еще, кстати, я же в начале пути заснял свой пробег, так что тут без наебалова абсолютно, то есть не докопаться, все честно и правильно. Так что все. Я вот со стороны бы смотрел, с ЕКБ и до Новосибирска, разом, ну это люто. Это очень люто. Я ни разу столько не проезжал на путь. Еще вообще не спеша. Да, да, ну то есть мы, я просто уверен, что мы это сделаем. Все. И причем мы едем вместе, ну вот с Раптором. Увидеть реакцию. Самое главное, ну это прикол, и плюс, как бы, вызов, испытания. Да, конечно, конечно. Челлендж для нас. Это что-то новое. Я сам лично, у меня был рекорд, 1350 в Севастополе от Новограда, а тут как бы 1600 разом тоже не проезжал. С электричкой. Все, короче, следите, это будет лютый прикол, 24 часа челлендж. Все, смотрите, не переключайтесь, дальше будет только интересно. Ребята, сейчас записали пранк, я вам пришлю этот кружок. И возвращаются назад. Записали кружок, типа они уезжают, блядь. Ну мы, короче, это, сопроводили Кирилху до заправки, сами заправились, покушать взяли вот. Чем дальше в Омск. Не скучай без нас. Все, посчастливо. Все, мы, короче, включали. Не знаю, будем мы в Омске или не будем. Скорее всего, останемся. Но силы будут, может, добавнем дальше в Новосибирск. Ну, здорово, ребят. Ивай просто пранкеры. Вообще, нормально там получилось? Да, сейчас покажу. Вообще, мне кажется, там идеально. Потому что, ну, выглядело все достаточно правдоподобно. Я не понимал, это четырки простые. Короче, я еще ничего не снял сюда. Ребята, это Омск. Сейчас, подождите, тут фокус ловится. Сейчас, сейчас, сейчас. Во, 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 во. Сколько сейчас времени? Скажите кто-нибудь. 0.23. 0.23. Охренеть, ребят. Вот, конечно, вы молодцы. Просто, просто залетели. Все, сейчас на зарядку поставлю. А, надо будет работать, да? Ее же на ночь не выключают. Так, ну, зарядка пошла, уже хорошо. Ребят. Идите сюда. Целая семья. Расскажите, пожалуйста, историю, которую вы рассказали мне. А можно фонарик, пожалуйста? Вот, иди сюда с фонариком. И вот на них можно? Спасибо больше. Расскажите историю, которую вот вы сейчас мне рассказали. От которой я офигел просто. Честно, пять лет назад мы собирались с мамой в Лос-Анджелес. Где-то два-три дня до вылета. Я тебя бежу к директору. Я думаю, ну вдруг повезет. Я думаю. Ну вдруг повезет. Мало ли. Проходит буквально 30 минут, как я тебе написал. Ты такой, да, конечно, можно встретить. Я даже могу, давай. Я помню, я помню этот момент. Да, ну давай, покажи. 18-го года. Да. Да, это просто охренеть. Я помню этот момент. Но я вспомнил этот момент. Это переписка ваша? Да, я помню. Вы друзья? Да, 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 я знаю. Ага. Где? Где-где-где-где. Вот. 24-е июня, 18-й год. Охренеть просто. Мамы тоже есть переписки. Я с вами переписывался. Да, было дело. Я помню тоже. А может, я не захотел, чтобы я с ним прошла? Да, да, да. Я помню. Я помню, ты говорил, типа, да, 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 да. Ты говорил про эту штуку. Мама сидела в машине. Да, да, да. А почему вы в Омске? Здесь. Ааа. Я вообще сейчас в Питере. Я переехал. Аа, вот как ты. В Питере, я живу в Москве. И приехали к нашим. Блин. Это очень крутая история. Я сто лет не был в Америке, в Лос-Анджелесе. Я так хотел. И мы сейчас пять назад тоже. Мы еще не ездили. Вот я, по-моему, в девятнадцатом году был последний раз. Да. И все. Больше туда не летал. Но полечу осенью. За кибертраком, кстати. Пять лет. Да. Короче, все. Мы сейчас пофоткаемся. Ребята, с Омска. Брат, ты лучший фонарик. Подожди, я покажу. Давай, давай. Вот можно я у тебя заберу вот так фонарик? Ребята, вот это вот Омск. Во. Все. Теперь всех видно абсолютно. Вы просто большие молодцы. Спасибо, что пришли. Сейчас посидим, пообщаемся. Быстро заряжаемся. И будем... И будет... Давайте. Идите сюда со сгущенкой. Вы мне дали сгущенку. Да, я говорю, пацаны, все не рассказывайте, оставьте на видео. Надеюсь, не ошибаюсь, но самый крупный завод молочной продукции в СНГ. Я не знал, что в Омске есть завод сгущенка. Ладно, чем знаменит Омск область? Что Кирилл мы можем подарить? По сути, ничего такого. Но вот, чтобы ему запомнился наш город Омск, чем он действительно знаменит. Любинская сгущенка. Легендарная. А бандитов не привезли там никаких? Нет, бандитов у нас нет. Здесь просто Паша... Паша Бивис просто здесь живет. Он мне столько историй про Омск рассказывал. Ладно, можно говорить свои истории. Спасибо, спасибо, пацаны. Спасибо, спасибо. Спасибо за сгущенку. Спасибо. Я как поле чудес, знаешь, у меня музей есть. Пойдемте, я вам музей покажу про Пача. Ну, такие, да, подарки в студию первой тройки игроков. Вот, сгущенка. Потом у меня есть бомбочки. У меня есть там какие-то сладости. У меня есть какие-то там магнитики. Мне кажется, я в каждом городе показываю. Там кто-то пришел для детского дома, передал вещи. По-моему, в Тюмени парень молодой пришел. Говорит, это вы же по детским домам ездите? Ну, вот это в Новосиб везем, кстати, телевизор. Чувак приехал на Смотру. Говорит, слушайте, вы же по детским домам едете? Держите телек. И я прям со Смотри везу телевизор. Вот. И, ну, вот. Вот музей какой. Все, давайте фоткаться, ребят. Омск. Круто. Вы огромный... Вы крутые. Вы реально крутые. Я, Эрика, провоцирую узнать, что будет завтра. Вот я спросил, типа, на завтра что, какие планы? Вас ждем. Мы целый день будем отдыхать, расслабляться, спать сколько хотим. А вы просыпаетесь и двигайтесь, соответственно, к нам. Сейчас вот в ночь ТО сделаю. Поменяю масла, там подготовим машину, помоем туда-сюда. Ну, и целый день будем шарахаться где-то по городу туда-сюда. А ты видел, что в конфе написали? Прекрасные участники. Поздравляю привыбывших в Новосибирск. Вы монстры. У нас в отеле поздний выезд до 14.00, завтрак с 7 до 10. Спи, мы отдыхаем, кайфуем и наслаждаемся. А мы вас настигнем, нахуй. Запишем вашу реакцию, а вы даже не догадываетесь. Что ты делаешь в этом городе, красавчик? Я вот ругался на Росгидро. А на самом деле, если бы не Росгидро, хер бы я доехал на самом деле. Ну вот, варпач тоже иногда ошибается. Молодцы, что хоть поставили. И это работает, понимаете? Все, заряжаемся и гоним. Новосибирск, пранковать Эрика. 1670 километров за 24 часа. Вот это вот пиздец какой челлендж. Я считаю, что сегодня будет происходить какое-то невероятное событие. Я хочу просто уже оказаться в Новосибирске, кайфануть от эмоций. И просто, просто кайфануть. Потому что это будет что-то нереальное. Ой, жду не дождусь. Ну что могу сказать? 4 дня и 5 часов понадобилось мне для того, чтобы на Тесле добраться. Из Москвы в Новосибирск. По парковке там можно заехать? Да, сейчас, сейчас, минуту, даже я здесь скачу и кровать, я сейчас бегу, я не покрою. А, все, я понял. Я не Тесла. Я понял, понял. Мы, если что, у главного входа стоим, мы просто не знаем, где заезд на парковку. Смотреть на вход, то слева под кирпич и заезжайте направо. Понял, понял. Окей. Сейчас бегу, минуту бегу, бегу, бегу. Давай, давай, хорошо. Мы у главного входа, короче, пока. Ну что, шалость поставлена. Посмотрите, какой TRX огромный и какая маленькая Тесла. Теперь нужно придумать вместе с Яной, как нам сюда привезти Эрика. Как вы смотрите на то, чтобы позвонить Эрику и сказать, что его тачку задели? Пиздец, он прибежит. Можно это было сделать мне? Сейчас придет просервис Диман. Мы его попросим позвонить. То есть мы ждали все вот этого сообщения. Доброе утро, он спирошой. Типа, вот это все ребята, которые остались якобы в Омске. Но Warpatch и F-150 уехали. То есть мы здесь сейчас, все идеально. Он не в курсе вообще ничего. То есть мы сейчас пранк будем делать. Он не выходит на мою машину? Надеюсь, нет. Алло, Эрик. Да, да. Ты где? Слушай, там какая-то херня произошла сейчас. Мне позвонили, мои машины спутали, короче. Там что-то в парковке эта херня случилась. Говорят, лампа грохнулась, короче, на машину. Трэйк сижу ранен. Ты х**, ты вообще. Ты безб***ц. Просто испугался, что это, блин, мне сказали, что это моя. Они не могут тебя найти почему-то. Это б***ь. Иди, чтобы подошел, а не просит. Я понял. Ты когда спускаешься? Сейчас мы надеваемся. Дальше позавтракать, позором будем делать твой. Поэтому мы б***ь лампу нашу стараться. Сука по очередности нам в этой жизни решать. Похуй. Давай. Давай. Слепой. 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 Еще вчера. И проснулись. Вчера где-то часа в 4 ночи приехали. И сейчас проснулись, идем на завтра. Все, идеально. Это вообще вахеры, что мы доехали? Я не утромлял. Это лучший комментарий за сегодня. 1700 километров за одни сутки. Это, сука, мать его рекорд. Как ты это делаешь? Мы думали, как тебя вытащить сюда. Ты пришел. Ты пришел, Эрик. Это за живой лампа. Я что, долб***ь. Лампа ухала. Саников, придурок. Он знает, что делать. Он разговаривает со мной. И такой, видимо, что-то не по плану пошло. Он, видимо, нажимает, выключает микрофон. Чтобы подошел, он крошит. Смотри, как он выключил микрофон. Он такой, ну, б***ь, пацану не ведется, наверное. Эрик, что скажешь? Мы тут. Я опоздал. Мы жили мечтой того. Мы должны были быть вчера ночью. Это было невозможно. Мы ехали без остановки. Вот мы с тобой и нашли. 1700 за сутки, Эрик. Я проехал. Ты молодец. Ты будешь. Нет, мы с Раптором заехали. Он едет на бензиновую машину. Ну, да. Такие колеса шумоутся. Абсолютно. Он такой, ой, поездочный здесь. Варпач, ты не такой, поездочный. Варпач, ты не такой, поездочный. Варпач, можно я с тобой поеду? У тебя электричка? С***, что отдыхаешь? У нас был участник в Ford F-150. Парень два раза попытался с нами в потоке пройтись, но потом подумал, что это не его. И подружился с Варпачом, а они вместе тусовались. Я говорю, а что ты с Варпачом-то вместе едешь? А он говорит, так с Варпачом удобно. Каждый час можно остановиться и покушать. Сегодня мы отдыхаем, а завтра мы едем в детский дом. После детского дома мы херачим. Мы поедем туда, где ты не найдешь, пацанец. Я найду ТРХ с тросом. Не рыжий. Так вообще, да. Тур номера в Новосибирске. Дабл три Хилтон. Ну, прикольно. Стоит, конечно, космос за ночь, но неплохо. Короче, это первая мойка с Москвы. Наконец-то у меня машина будет чистая. Я прекратил гнаться за колонной. Меня дождь мыл каждый раз абсолютно. То есть у меня не прям засранная тачка в говнину. Да, она грязная. Да, она проехала 4,5 тысячи километров. Но, посмотрите, 4,5 куска километров. И как она выглядит. Сука. Как после такого можно не говорить, что Тесла номер один, а? Ой, ну все, напи***лили. Красивая теперь. Просто пушка-гонка. Я реально забыл, как она выглядит чистой. Доехать до Горного Алтая без инфраструктуры заряда. Получится ли это у меня? Когда я нахожусь уже здесь, мне кажется, вы не должны задаваться таким вопросом. Так что тут просто ответ один. Получится. А сейчас мы едем на заряд. 53 километра запаса хода. Вот такие вот истории. Еду просто за фурой. Мы едем сейчас в детский дом. Абсолютно не опаздываю. Поэтому могу себе позволить сэкономить немного электричества. Потому что в 88 километрах от города Новосибирска находится детский дом, куда мы направляемся всем пробегом. И я решил, что мне, если туда-сюда съездить, это 160 километров запаса хода. То есть мне придется все равно остановиться где-то на зарядку, вернувшись в Новосибирск. Потому что сразу оттуда ребята хотят стартануть в Алтай. А следующая зарядка у меня будет в Барнауле. В Барнауле есть быстрая зарядка, куда я хочу заехать. А после Барнаула у меня больше не будет ни одной, мать его, зарядки. Так как я приехал чуть попозже, здесь дверь уже была закрыт. Мне сказали, все, телевизор оставляю здесь. Сгущенку, надеюсь, пацаны, которые с Омска, не расстроятся, я оставлю в детском доме. Потому что я думаю, нужнее, чем мне наслаждаться сгущеночкой. Ну и подарки, которые, помните, подписчик дарил. Как можем, несем добро. Телевизор доставлен, все доставлено. Часть денег тоже переведены. Много продуктов привезено было на эти деньги. Если вдруг ты сейчас сидишь, соберись с корешами. Не купите себе по пачке сигарет или по блоку. А просто вот скиньтесь бабками. Привезите какой-нибудь ближайший детский дом с синдромами ДЦП и параличем. Привезите, помогите. Что-то, не знаю, продукты, полочки, технику, что-то такое. На фоне приехала очередная фура, которую мы все будем разгружать. Вот подписчики идут. Вот мороженое привезли. Морозильники, вот всякое разное. Здесь рисуют на машинах. Тоже классно. Прикольно, похоже. На солнышко. Да, да, да. Это свой свой. Да, да, да. Наталья Николаевна, расскажи, пожалуйста, какие у нас здесь работы. И сделаны руками наши детки. Ну, все, что там выпадает. Пверочки, какой-то просто материал. Офигеть, просто через время, смотрите уже, что получается. Офигеть просто. Коротко хочу сказать. Посмотрите, как записка строила. Тигуан, это вообще, это что? Я первый раз в жизни такое вижу. Это прям глубокие вмятины, царапины, краски. Охренеть. Хорошо, у меня тачка в пленке просто. Ну, у меня снизу губа тоже чуть-чуть вот пескоструена. Все, а здесь прям жесть. Приехали мы в Парнаул. Сто лет здесь не было. Здорово, ребят. Здорово. Вот, собрались. Итак, ребята, это что вообще за город, который я посетил? Как называется? Барнаул. А еще, знаете, вот какой хэштег у меня написан на машине? Барнаул. О-о-о, топ. Ребят, Барнаул просто пушка. Заеду к вам как-нибудь еще. На Кибертраке, пацаны, заеду. Ждите Кибертрак. Мы говорили о том, что, короче, у меня запас хода 530 километров. Ехать нам 410. Но на самом деле там заездом на заправку 440 получится примерно. Это будет сложно, потому что мы едем, у нас включены дворники, включен кондей, включен свет. И ночью потребления электричества у всех тесел больше. Я это замерял, я это знаю точно. И прикол состоит в том, что мы должны доехать до места назначения, до отеля. Я поставлю машину на зарядку. И, в принципе, она зарядится. Хоть от 220, хоть от 380. Я найду, куда ее прицепить. У меня с собой есть все провода, которые мне нужны. И, короче, все. Это последняя зарядка была, которую вы видели в этом пробеге. Сейчас последний рывок. Потом только трос, либо 380. Но пока, пока пробую максимально доехать до того места, где можно заряжаться своим ходом без помощи троса. То есть это пример для дословодов, которые хотят поехать, допустим, на Алтай. И докуда они смогут доехать, и как пользоваться без друзей, допустим. Без, там, ТРХ, Рапторов и тому подобное. Очередная внеплановая остановка. Я не заснял, как нас остановил Land Cruiser. Вон пацаны, бийские пацанчики. Здорово. Здорово, здорово. Оп, оп. А что вдвоем? Ну, поздно уже, да? А? Поздно уже, говорю. Други. Не дождались. Да. Не дождались, друзья. Не дождались? Да. Понял. Ну, давайте сфоткаемся. Давайте. Привет, Кирилл. Здорово, ребята. Мы только что остановились, и мы еще раз остановились. Там убийство, ребята, были. Здорово. Здорово. Едем мы уже просто по глуши какой-то. Абсолютно. И просто, ребята. Сколько вы простояли здесь? Три часа. Три часа. Три часа. Три часа. Три часа, ема народ. Ну, давайте фоткаться. Вон тачки у них. А пойдем делаем? Мы встретились с ТРХ, с Раптором. Мы чуть-чуть остановились для того, чтобы показать вам, что здесь кони. Кони. Иго-го, ёпта. Иго-го. Охренеть. Коняшки. Маленькие такие. Вот такие у нас приключения. Вот такие дороги. А это что лежит, смотри? А, давно? А, ну реально давно. Здесь же Кибизинь. Ну, реально, да. И как я сразу не заметил, что здесь Кибизинь. Короче, дорога ужасная. Я еду 50 или 30 километров в час уже на протяжении часов четырех, наверное. Потому что здесь рыба. И, короче. Я не могу передать всю боль этой дороге. Просто невозможная дорога. Но я почти добрался. У меня осталось 20, там, 21 километр остался до точки. Время уже 6 утра, 10 минут. И я уверен, что сейчас доеду. И будет прикольно. А еще мы, кстати, наделали очень много крутых фоток и видео. Смотрите в соцсетях. По ссылочке в описании найдете. Там много всего интересного. И эксклюзивного, кстати, тоже. Последние 300 метров и мы приехали. У меня 72 километра запаса хода. Я доехал. Нету никаких зарядок. Ничего вообще. Здесь река Юрток. Какая-то. И мы сейчас должны заехать, я так понимаю, на нашу базу. А как вам такое, что вот эта машина обгоняет Бугатти и добирается до Алтая? Ну и вот, мы чуть проехали поглубже. И вот он, наш Раптор. Там же у нас ТРХ стоит. Ну, ребята, я думаю, устали. И посмотрите, сколько комаров летает. Посмотрите на эту морду. Я приехал, прям самый пиздец. Отмечаю. И вот сходи вот там, вот, посмотри. Она реально сама доехала? Да нет. Как видишь, на вертолете привез. Че, клюет? Ебать. Вот это красота, конечно. Тебе. Может, прям здесь палатку поставим просто? Все здесь поселимся. Тесла на базе. Я нашел 220. До утра никого не будет. Мы здесь будем сутки. Ну, по крайней мере, тачки остаются. Сколько ты будешь заряжаться? 24 плюс часа. Отлично. Мы здесь все равно минимум сутки. Итак. 168 километров на данный момент у меня есть. Я зарядила на 132 километра. Прошло порядка, наверное, часов 15. И сейчас будет самая интересная для вас часть. Это трос. Объясню. Для меня самым главным в этом путешествии было, что я смогу добраться до места, куда мне нужно своим ходом. По сути, если бы мы здесь остались еще на одни сутки, то у меня машина бы полностью практически зарядилась. То есть, 2,5 суток нужно для того, чтобы Model S Plate зарядился от 220, практически с нуля. И если бы вот еще одни сутки, мы бы полностью зарядились. Но я не могу ждать. У нас есть колонна, у меня есть обязанности. Я не хочу ни от кого отставать. Поэтому мы сейчас к Raptor. Это ребята, с которыми я последние пару дней ехал. Я сейчас цепляюсь к Илюхе на Raptor. И мы едем на тросу. Да, здесь плохие дороги. Но это нам нужно. Возможно, это получится. Сейчас будем смотреть. Главное, чтобы Raptor не отъебнул вообще. Но, по сути, он тяговитый и должен нормально потянуть тест. Сейчас мы будем все проверять. А я вас вот сюда, вот на этот крюк, вот на этот крюк сейчас вас прицеплю. Теперь его продеваем. Знаешь, как? Размаркнули. Так, ну кто-то только ложится спать. Кто-то еще не спал. Кто-то уже проснулся. А у нас пол четвертого утра. Вот такая вот движуха. Готовимся к парому. Сейчас будем заряжать Тесла. Какой я сильный, а? Получается, я Теслу выгуливаю. Все? Все? Это самое идеальное? Это самое идеальное. Потому что если мы на фаркоп наденем... Ну, он может слететь, да? То есть, а так вот крюк он решает. Да. Ничего не должно сломаться. Сейчас посмотрим. А ты расскажи свои ощущения потом. То есть, со стороны я выгляжу на человека, который знает, что делать. Да. У тебя такая большая тачка. Ты по-любому пользовался фаркопом. Да, дело. Ну, так сказал, маленький детский велосипед, да? Трехколесный. И на самом деле, ты можешь не переживать. Потому что я уже и катера, и большие дома таскал. Все, топайся. Опыта уже с 2017 года. Все, самое главное, не задеть бампера, и все остальное у меня вообще не колышит. 25 километров от нас есть газовая заправка. Мы сейчас в ту сторону проедем, а даже чуть дальше, кем-то в 30. Потом заправимся газом, и уже в сторону парому 50 километров. В принципе, этого достаточно, чтобы зарядить его до 100%. В теории, я готов, брат. Ты его натянул. Во. Ты что чувствуешь? Я ничего не чувствую абсолютно. Та мысль меня радует. Отлично. Я сейчас включил моим подписчикам графики, которые они видят. И они могут наблюдать. Слушай, во, кстати, вот такая скорость даже подойдет. Вот мы сейчас едем 45 километров в час, это даже нормально. Мы можем ехать 45, брат. Так медленно, я думаю, сейчас будем валить по серпантину. Кем-то в 80 километров закладут. Попробуй разогнаться до 50. Я тебе скажу, будет разница, нет? У меня график просто тут есть. Не графика, а линия. У меня есть линия под машинкой. А-а-а. Говори когда. О, у меня график, смотрите. Во, просто вверх подскочил. Ну, где прямичок будет. Попробуй до 55 разогнаться. Я тебе скажу. Я просто отслеживаю. Тут у меня и все видно. Все равно впереди коровы и лошади. А, это лошадь, блядь. Иван, по такой хуйне я еще на тросу не ездил, блядь. Лепелка, да. Честно, я в целом впервые заряжаю Теслу. Тем более ее, блядь, на Алтае. На говно посидите. Иван, предупреждаю, говно, да? Пиздец, пукат. Тут заминирована вся дорога. Если не брать в расчет то, что у меня плюха на лобоше из говна есть. Ну, такая ляпка, чисто, знаешь. И то, что мы говно объезжаем, коров объезжаем, коней объезжаем, то, в принципе, все достаточно хорошо проходит. Позже как будто бы на этой училище. Ну, вот скажи, у тебя там ни коробка, ничего не перегревается. То есть, вообще машина чувствует себя хорошо? Потому что у меня Land Cruiser таскал, а Infinity, вот Infinity мне вообще не говорил, что у него что-то не так или что-то так с машиной. А вот Land Cruiser, то ли сотка, то ли двухсотка, у нее прям видно было, что не может тянуть больше 80 даже километров в час. Там прям супертяжело было. Так, у них там видос записывается? Да-да-да, конечно. Так вот, я тебе скажу, что Toyota уже не та. Понял, понял. Ну, реально нету никаких там у тебя, я не знаю, показателей нагрева коробки или какие-то переключения. Ну, вот мне реально интересно просто, ну, блядь, ты тащишь, как будто ези какой-то. Тут есть, короче, такой режим, Толхо, он называется, это режим буксировки этих всяких, ну, всего, короче. И вот американские большие пикапы, то бишь, Дош Рам, вот, Форд Раптор, да, Toyota Tundra, они же изначально сделаны, чтобы возить и таски, всякое, всячину. Вот, и у них есть режим Толхо, режим буксировки. И в этот момент у тебя, то есть у меня поднимается давление в коробке и передачу держит выше. И, в принципе, ему поливать становится. То есть, короче, чисто теоретически, можно брать спокойно Раптор, писать на нем хэштег техничка number one и таскать Tesla на трассу. Ну, да, кстати, можно замутить такое на это, на крещику. Все, тогда идеально. Тогда едем, кайфуем. Я хоть музыку могу послушать, пока запись приостановлю. Немного цифр вам внесу. 117 километров мы зарядили. Времени прошло порядка, наверное, 15-17 минут. И мы проехали по расстоянию. Вот, вот, вот. Едем где-то 55-60 километров в час. Давай на прошли. Да-да-да, все в порядке. А проехали 17 километров. То есть, по сути, вообще все хорошо. Я могу, если что, помогать, так не подъемать тебе газом. Да не, нормально, просто скорость маленькая была, поэтому... У меня впервые такая ошибка почему-то выскочила. Противобуксовочная система отключена. Мне кажется, она сейчас типа не поняла, чего, блядь, вообще произошло. Тачка такая ебать. Мы заезжали в горку, почему-то на рекуперации нам. Давай притормозим до нуля, потому что у меня, походу, АБС-ка отключила... Ну, вот из-за той горки отключила рекуперацию, походу. Да, она становится? Да-да-да, прям в ноль. У меня машина отключила систему АБС. Да, контроль устойчивости отключен, двигайтесь осторожно. Автоматическое экстренное торможение тоже отключено. Так, сейчас я, знаешь, как сделаю? Я просто выйду из машины, зайду обратно, и ошибки, по сути, должны пройти. Либо вот какое-то время должно пройти. Сейчас, секунду, разберусь. Брать, какой бездотый воздух. А, все, вот ошибки спали, я тебе скажу, когда я буду. Ну что, это фиаско, братан. Мы приехали на заправку, а у нас... Ой, привет. А это местный суетолог. Местный суетолог, да. Да, пожертвуем полбака газа, чтобы заправить ТСУ. Да, спасибо. Заправить. Заправить. Так что что, мы... Мы разворачиваемся, едем в сторону парома. Да, в принципе, да. И тем временем на улице светает. Да, очень красиво. Очень красивый вид, туманчики. Ну что, мы заряжены на 517 ебаных километров. Мы здесь встаем в очередь и вместе со всеми едем непосредственно на паром. Я вам его покажу, когда подъеду. Надо просто очередь сейчас занять. А это жук нахуй местный. Ебучая летучка. Антох, кайф, да, что можно дроны запускать? Давай, 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 снимай, давай. Давай. Раз, два, три. И в Теслу. Тут, 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 тут. Как я и говорил, компьютер в реальном времени не просчитывает. И посмотрите, я точно на том же самом месте стою. 530 километров. Сейчас нам подписчики рассказали очень одну интересную историю. И я хочу вставить эту историю сюда. Я снимал, конечно же, вертикально. Но, несмотря на это, вы должны это послушать. Мой внедорожник готов. У нас тут есть подписчик, который с того берега приехал. Давай, рассказывай. Там дороги нет вообще на перевале. Там и перевал Кутуэрик считается самым опасным перевалом на Алтае. Я не знаю, как Пирюха поедет. Машина вообще низкая. Диски мне так себе жалко на самом деле. Леня, Power Wheels, тебя ждет реставрация. Не, вообще диски в идеале. Я до сюда доехал ни одного скола. Ноль. Там, во-первых, съезжать с парома вы будете. Там надо сезжать по песку. Я понял. С самого начала. И что там вот такие вот. Прям вот такие. А ты на машине тут? Да, ну вот на Мексофисе. Нормально. Ну, клиренс почти похож. Ну, да. Почти. Почти. Ну, ладно, справимся. И подняться там в гору, я не знаю. Там, если что, за дополнительную плату. Ну, хотя у вас есть машина, которая тебя на тросы поднимает? Да. Ну, короче, попробуем. Попробуем. Ну, поняли, да, что там опаснее. И связи нет. И связи нет. И электричество, мне сказать, там нет. И вообще ничего нет. И нам вообще пизда. Да. Да. Это Эрик готовится к джаги-джаги. Посмотрите на мою машину с моим клиренсом. И посмотрите на другие машины с их клиренсом. Это вообще что такое? Это как? Как? Я, как бы, когда поехал-то, я думал, что будет прикольно, весело. А теперь я понимаю, что мы в полной жопе. Как думаешь, мы проедем, не проедем там? Да, я думаю, мы все преодолеем. Мне тоже кажется. Все будет нормально. Мне тоже. Нужный ракурс, просто угол за воротом выбираем, и все, и проезжаем спокойно. Именно. Да, да, да. Кстати, первое, что нас ждет, это съезд с парома. Да. Так сказали, что, ну, типа, заезд, это как бы все по лайту. А вот, когда будем спускаться, вот там могут возникнуть проблемы. А сейчас мы пять часов будем плыть и спать. Кто-то все-таки пытается проехать через плохую дорогу, через очень красивые места и дальше вернуться на пароме. Мы же пошли против шерсти. Что это значит? Это значит, что мы пошли с левой стороны через гор на Алтай. Мы сначала дошли до парома, загрузились на паром. Пять или шесть часов шли на пароме. Сколько бы раз ты ни был на Алтае, ты каждый раз видишь что-то новое. То есть в этот раз для меня новое, конечно, было это переправа по Телецкому озеру. Нормально, нормально. Вообще все проезжают. Ну, Lexus и TRX точно не застрянут. Еще на нашем пути постоянно вот такие надписи «Закройте ворота». Вот, прям написано. И мы постоянно открываем, закрываем их. Видите? Постоянно вот. О, ебать! Тут, походу, живность ходит. И поэтому нужно открывать, закрывать ворота постоянно. Ну, тут, видите, вот такие вот убитые тачки едут. А сейчас посмотрим, как Тесла спустится вниз вот с этого бугра. Покажу поближе. Я понял, нормально-нормально. Видите, отлично. Просвет вообще шикарный. Смотрим сзади. Ну, вот и все. Вот мы и проехали. Вот такие вот здесь камни. Шашлычки, кафе. Ну, наших, естественно, тут нет. Они поглубже поехали. Едем дальше. Пацое. Я еду абсолютно без связи. И мне звонит мама. Алло, мам, да. Алло, привет. Привет. Привет, Горналтай. Чтоб ты понимала, тут нету связи. Как ты мне дозвонилась? Я не знаю. Кирюш, я туда попадалась, туда пыталась. Я тебе вот пути. Это мои пилагуси и волны. Это точно. Это чисто ты на каких-то своих связях мне звонишь. Конечно, я тебе на своих родственных связях как у тебя пила. Ну, я вижу, что у тебя все хорошо, что ты отдыхаешь. Все хорошо, все хорошо. Едем по Горному Алтаю без вообще какой-либо связи, без всего. Потом фотки покажу. Да. Ну, конечно. Я за тобой наблюдаюсь. Ну, давай, хорошо. Все отдыхай. Хорошо. Давай, давай. Я напишу, когда я поеду. Хорошо, конечно. Давай, давай. Давай, мой дорогой. Все, давай, мой дорогой. Я тебя люблю. Давай. Давай, я тебя тоже люблю. Давай. Пока-пока. Давай, пока. Не буду тебя. Ага, давай. Давай. Пока-пока. Офигеть. Прикинь, мама дозвонилась. Офигеть. Как, блядь, ты посмотри, где мы просто. Слушай, твоя мама ездит в собственную спутню. Мне кажется, да. Тут знаешь, тут вообще... Ну, твоя мама, скажи мне. Она просто Петрова, брат. Офигеть. Ваши. Да. На оттягах своих двигаемся. Да, все хорошо. Смотрите, погода меняется просто невероятно. И причем дождь идет оттуда, туда. И вот здесь то ли авария произошла, то ли что. Ну, он, скорее всего, разбился. И вы смотрите, ковшом просто тянут. Просто ковшом. Ебать, расхуярена тачка. То есть поставили все. Нет манипулятора никакого здесь в деревне. И просто вот тащат именно ковшом машину затаскивать, чтобы отсюда эвакуировать. Не будем насиловать женщину эмоциями своими. Мне кажется, на самом плохом, что мы тут тощие на поедине едем. Он просто посмотрел в мою сторону. Скорее всего, она не она была за рулем как-то заплаканная. Погода все вот за пять минут затянула все. Все черное стало. Я не знаю почему, но посмотрите, серая линия. Такой расход должен быть. Мы едем где-то 20 километров в час. И у нас расход x2 практически. То есть мы проехали порядка 25 километров. И 20 мы потратили сверху. Это охренеть какой расход большой. То есть из 500 километров, которые у нас есть, чисто теоретически, математически вычисляемо, это получается у нас 250 километров. И я не ожидал, что будет такой расход. И я не понимаю, почему он растет. У нас есть вот такие вот показания. И вот здесь показан, почему такой расход. Вот завождение плюс 14,7. Скорее всего, потому что мы идем на маленькой скорости. Бля, и говорить нормально не могу. Ебать, вот такая дорога когда-нибудь кончится. Мы уже километров 70-80 так ем, если не все 100. Все, кто едет нам навстречу, думают, мы ебнуты. Я вам отвечаю. Кирюха Варпач никогда не говорил, что он нормальный. Просто. Что за прикол, блядь? Просто. Это жесть какая-то. Здрасте, а подскажите, а вы видели TRX оранжевый? Да, мы сходим. О, нифига, давай. Здрасте. Они далеко отсюда? Они уже поднялись. На этот? На склон этот как-то? Да, да, да. Наверху, да? Там сильно жестко с дорогой? Не стоит. Не стоит? Там по выбитой она, на ВД. Ну, хотя бы где-то звукать. У меня три мотора. Ну, давай сфоткаемся. Решили спросить, можно ли подснять у ребят сотовство. Я думаю, тут все местные, у всех праздник. Ну, в таких местах праздновать, это вообще... Согласись? Да, очень. Это вообще, как бы ты что ни украшал, тут все виды просто. Гора, гора. Этих гор даже название, я думаю, есть. Здрасте. Да, можно снимать? Оттуда выйти. Я с Сибиряк. Я с Новокузнецкой. Я с Волгограда. О, чай попитится, сочи с нами. Далеко прям. Мы просто снимаем хуйню про горный Алтай. Ну, вот сегодня это. Мы проезжаем и видим, что здесь украшено. И мы решили спросить, можно ли подснять, как у вас тут прикольно. Потому что такие виды вообще не увидишь. Не, нам стол не нужен, мы просто хотим подснять и все. Просто. Это что-то супер необычное. Миш, ты думал, что твой день будет вот здесь? Нет, я так, хорошо, я попал на такой мероприятий. Я тоже рад. Миш, ты думаешь, что твой день будет вот здесь? А мы не будем мешать, я отсюда видно все. Лёхе. А ты уж не. Как вас зовут? Надпись интересная получилась здесь. Мы за экологию. А вы? А что нахуй, не видно что ли, блядь? Вот вы сейчас охренеете просто. Извините, а можно скоткаться? Да, давайте. Давайте. И это вы называете подъем 4 километра 12 процентов. Немножко тещиного языка еще будет. Нормально там бричка заскочила. Некоторые люди, которые ехали к нам на встречу, останавливались. Мы разговаривали, не все разговоры я подснимал, но мне говорили так, что может быть тебе сразу взять эвакуатор, может быть тебе взять... Он трактор и говорит. А, он говорил трактор, сразу трактор заказывай, говорит брат, потому что ты там не проедешь. Я сказал, да ну нафиг, я проеду, спокойненько вообще, без проблем. И я вот сейчас смотрю на этот заезд, да, что туда не заехать? У меня полный привод, у меня тяжелая машина, главное не забуксовать и все будет хорошо. Я видел с какой скоростью залетала туда машина, с такой же скоростью я туда не полечу, но заеду аккуратно. Люди уже там с телефонами, я так понимаю, стоят, им интересно подснять, как же туда Кирюх Варпач заедет. Слушайте, дорога такая, что описать словами тяжело, ее блядь нет. А у Варпача, конечно, полная зарядка, я думаю, на эти 200-300 километров по этой дороге проедет. Я думаю, мата будет столько, он уже и назад не может, потому что он на паром не попадет. И вперед ему очково. Мы сейчас прошли перевал, ну ужас, ужас с точки зрения того, в каких условиях люди должны здесь находиться и ездить, ужас. Нужно просто вот сейчас все бросить, построить здесь людям дорогу, сделать магазины, какую-то инфраструктуру. Как в такой красоте, ну ничего нет. Я не об этом. Варпач, давай, мы ждем тебя. Он просто вот так вот смотрит, ты откуда, чувак? Я говорю, я из Сибири. Кирюха Варпач из Сибири. Слушай, нет, ну не х** тебе хочу сказать. Не х** его рот, так-то нет? Не хочешь сказать, что это х**? Давай постегнемся. Я Кирюха Варпач. Я батя Тесел. Я забираюсь в е**чую горку. Это не горка, на х**. Это пи***а вообще. С е**а у нас с дороги, б***ь. Бричка, е**а. Я не остановлюсь. Я в него на х** поеду. Я остановлюсь, а я вниз поеду. Нормально. Заднюю Варпач никогда не давал. Никогда не давал Варпач заднюю. Никогда. Варпач идет только вперед. Ты знаешь, как мне страшно? У меня адридолит. Ты скажи что-нибудь. Миша, скажи, б***ь, что-нибудь. Я ставлю бампер. Я не дам заднюю, нет. Брат, видишь? Все четко, все четко. Все четко. Мотоцикл пошел на... Такого испытания у тебя еще не было. Все в** стоят. Все просто в**. Я тоже в**, ребята. Я в**. Мы ни одной в штуке не цепанули. Согласись? Да, в**. В**, вообще ни одной. Мы поднялись. Вон, стой, п**ки на**. Я поначалу так очковал. Я так очковал. Я п**к как очковал. Давай, Кирюшенька. Кирюшенька. Кирюша. Кирюша, Варпач. Давай. Аккуратненько вот здесь. Вот здесь. Опачка. Ой, б***ь. Илон, ты создал шедевр. Просто ты создал в**, 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 в**. И шедевр. Да, б***ь. Я думал, она себя снимает, она нас снимает. Б***ь. Да все в**. Меня в** тоже. Я вижу. Миша, я телефон туда вытащу, я смотреть не хочу. Миша, там п**да. Там п**д. Вот я получил эмоции. П**д. Все. Поездка окупилась эмоциями. Чисто вот в этой горы. У меня сейчас самый интересный будет поворот. Опять наверх. И там, скорее всего, будут большие камни. Это мы в спокойном режиме поехали. Мне кажется, надо было спорт даже включить. Мне кажется, все тут получили эмоции, кто поднимался первый раз. Да. Ну, понимаешь, когда ты катишься на ТР-Х. Вот. Либо на Афарде с 50 на Рапторе. Ты понимаешь, что ты изи справишься. Да, что ты изи. А то ты на Мишлен Спорт 4С. Гору по песку просто. А потом мы поднимемся вов сюда. Прям на самую вот эту гору. У меня спасло то, что я смотрю не вперед, а в камеру. Понял? А камера так не передает. А я не смотрел по сторонам. Потому что п**д. П**д. Испугался бы. Я бы начал отпускать газ. Я просто смотрел на дорогу. Преодолевал препятствия. Все. Меня больше ничего не касалось. Остальное все ушло в небытие. У меня, понимаешь, у меня нету пониженной передачи. Ну, тут такого нет. Я, конечно, не знаю. Тут все работает на электронике. То есть, я для себя лично уяснил лишь одно. Нельзя отпускать бешетку. Все. Потому что электроника бы не справилась. Она бы начала буксовать. И, скорее всего, из-за того, что повылазила бы куча ошибок, типа отключения АБС, я бы чуть-чуть разнервничался. А эта нервозность, она бы передалась, типа, на мое управление ногой. А тут страшно. И нужно еще давить. Это как будто тебя скинули с горы, и еще тебе камень сзади летит. Прямо за тобой. И тебе нужно быстрее улететь от него. После преодоления этой горы, мне кажется, я осознаю, что ощущают люди, когда покоряют Эверест. Только они это делают намного дольше и прикладывают больше усилий. Но я чувствую себя сейчас таким героем просто. Я чувствую Тесну таким героем. Просто не передать словам. Уж, уж, очень сильно закладываю. Все, кайф. Едем. Все, изи вообще. Ну что, мы забрались. И тут просто сразу жральня. Потому что после такого стресса, мне кажется, все едут жрать. Невозможно нормально отойти от такого стресса. Высота какая-то просто якустическая. Ну просто невероятная. Все, кто ехал к нам навстречу, просто смотрят с открытыми ртами, как мы сюда заехали. Я не могу. Простите за маты, но это... У меня нет других слов. Просто нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова парнями стоим короче и думаем что нам делать потому что ситуация такая значит чесар почем мы не знаем связи на тигуан пробил колесо решил проблему нет не знаем бмв x7 пробил колесо пытался решить вроде попытался непонятно что как ну типа там пытается выжить бмв м3 осталось новосибирске американская машина сдохла дочь значит гранд чероке сдох мотор все у нас еще ваня а range rover оторвал прицеп просто нахрен чаще кто нас audi a4 пробила стойку вытекло все масло он еле едет но я думаю хороший проблем в эту деревню мы видим костер горит что это знать у нас прогрузился интернет мы хер пойми где вообще они я так понимаю остались на трассе где-то остановились на трассе и заселяются но мне не прогружается чат посмотрите мы доехали вот наш ford вот наш таро x а вот наш range rover с мотоциклом 15 часов мы ехали ладно короче ребят это был сложный день это был самый сложный маршрут за всю мою жизнь мне кажется самый сложный ехать 15 километров в час на протяжении 15 бацких часов зато сейчас была трасса я разогнался до 150 километров в час значит хочу сказать что тесла нам был ван у меня не шумит подвеска у меня все хорошо с колесами у меня вообще все отлично я безумно сейчас что скажете про тесла мы короче думали если ты до утра не приедешь пойдете искать тобой да мы думали над этим но нет мы нашли интернет и все нормально у меня целое все я живой потому что ехал 10-15 километров в час всю дорогу ну потому что невозможно было я бы коль все колес потерял мне каждый человеку так вот показывал каждый вот вот так вот я задолбался в какой-то момент уже реакциях снимать а ты кушал шинги да мы ели мы купили всем а модель чем ехал с мишей а смеши вон она какую-то деревню и тебя купили да у меня счет с 200 километров осталось а здесь поставить если есть 220 поставил есть на каждой беседке есть 220 но только там земли на проверять ну сейчас проверим короче все я вырубаю ситуация повторяется прям как в tesla tripi 2022 и я доехал до алтай пелоса в казино конечно ночь но здесь все так же по-прежнему красиво и мы сейчас туда заселились половиной конференции чё у нас за номер вот это пушка колотушка идем курить колен бухать отдыхать все но что это финальный наш трос мы сейчас едем уже с алтая в биск наше путешествие подходит концу миша это наш последний трос с тобой расскажешь про путешествие путешествие реально супер кайфанул от принципе путешествие блин когда у тебя есть такая запасная машина купил замену мне просто знаете маленькую игрушку на самом деле у него . и вот он из алтая купил игрушку как подарок такой нет никакого смысла в спешке в пробеге потому что вы пропускаете самые красивые легендарные просто прекраснейшие места природу дороги здесь просто отличный в алтай знаете что хочется сказать я был в юсэмити парке в секвое парке в америке и мне кажется алтай может стать американской достопримечательностью я сравниваю как в америке достопримечательность в этом году сделают дорогу полностью на которой мы чуть даже она будет прям идеальная дорога поэтому блин там уже можно быть начнем общем это будет просто легендарного просто волтое как супер дорога вот в горный когда сделают это будет реально охеренно и место так что нечете никакие там турции таиланда если вы любите путешествовать на тачках приезжайте в алтай как вы видите даже на тесле я смог туда добраться просто кайфаните мне кажется это очень крутое место у нас в россии где вы можете отдохнуть и причем не так дорого тут есть конечно какие-то дорогие места вот как мы в алтай полосе отдали порядка 13 с половиной тысяч за номер но это был выходной день скорее всего поэтому ну короче можно и как-то по бюджете все это сделать я вообще кстати за поездку я не так много денег потратил то есть ну я не знаю сколько мы уже недели две наверно едем за суммарно я потратил вообще-вощи бахер ну тысяч 50 наверное мы с тобой на пароме виделись брат давай вот расскажи что ты думаешь я не я не ожидал то что ты говорил будет правда я хуже дороги в жизни не видел а я тебе говорю я перевалку ты рык считает самым опасным перевалом на алтай я не знаю как пирюка поедет машины вообще низкая диски мне жалко на самом деле вот посмотри что случилось машины это на самом деле все мелочи единственно что есть вот это вот эти вот шишки но это тоже не сильно страшно как бы они существуют но есть и на переднем колесе так уж дороги я не видел я еду и скучаю уже понимаешь вот ну как вот без раптора без ильи без всем и без миши без 3x вон того вон это волгоградские ребята 3x и raptor это с волгограда ребят под очками не видно но я плачу я тоже плачу это скупая слеза слушайте потому что мы сейчас будем уже разъезжаться я отправляюсь в сторону новокузнецка ребята едут в сторону новосиба остаются и дальше они уже едут до волгограда вообще может быть всяким вот самый главный водила да тоже буду скучать ребята там суд по лесу падим тоже буду скучать но мы пока еще едем вместе мы сейчас просто отцепляемся не хочется расставаться я бы до владивостока спокойно доехал я хочу сказать это один из самых крутых вообще пробегов за всю мою жизнь вот 2008 года я езжу это один из самых крутых нереальные крутые интересные участники классные тачки интересный маршрут сложный веселый сложные детские дома круто провели мероприятие я просто кланяюсь в ноги перед всеми спонсорами спасибо вам огромное я вас буду благодарить вообще всю жизнь спасибо вам вот даже вот ноуту у меня слов нет я говорю спасибо каждому участнику вы все молодцы вы у ним просто в банда вы молодцы вы крутые вы классно что с нами только не было давайте по тачкам пройдемся mercedes 223 чек загорелся dodge challenger сдох значит срт сдох мотор франглер сдох оторвали бампер у меня повреждения на левом банане у trx он об фуру там где-то притерся или она об него я так и не понял audi пробил на хрен вообще стойки вытекло все масло кто у нас еще то и живых из бмв x7 пробил колеса в итоге купил новый комплект тигуан пробил колеса ну это просто невероятно но с нами же ехал варпач вот ноги на варпача смотрят такие какой-то там слащавый там очкарик там туда-сюда в нем такой сибирский дух я у всех участников спрашивал я говорю а кто из вас вот вы такие все крутые парни кто из вас готов был поехать на электричке пройти это так пацан идет в одну ружу просто в темноте сложности ужасную погоду на электричке ребята пока увидите фильм вы офигеть этот человек прошел респект от меня просто такого масштаба вот я прям реально максимально задумываюсь по поводу электрической машины вот такие как варпач прорубают такие туннели и показывают всему миру что это возможно невероятный мужской респект варпачу варпач ты красавчик мы все участники в шоке от того что ты это прошел и ты это сделал ты умничка давайте это в самый конец вам ставлю повреждения по tesla model s plate что же с ним не так в окончании немножечко стал отходить пленка но пленки уже три года в рабкар лёша алексей давай что-нибудь новенькое придумаем кстати скоро нужно будет еще на ту машину кое-что интересное придумать что еще у нас по повреждениям на самом деле вот этот самый страшный перевал который который я переехал он действительно очень страшный там машины полегли вы тоже все это видели в этом видеоролике все что у меня есть ну это прям вот маленькие скобочки с этой стороны из ну прям минимальные вот прям писи пусечка и самый прикол что с днищем ничего там даже царапок нет никаких страшных ну еще ладно какой-то вот вот давай я сюда кстати вставлю вот это вообще писи вот это прям пиздец я недавно ездил в питер где да я приехал уже с америки прилетел я уже успел съездить питер вернулся обратно знаете что меня зика рукусил иди сюда пока я сейчас разговариваю вы видите видеоролик откуда появились вот эти коцки с этой стороны представляете я стою на парковке и в этот момент паркуется zikr прям рядом со мной знаете что он делает он въезжает мне в колесо я такой выхожу ну только не бампер вот только не бампер ну бампер все хорошо ну и вот у меня теперь вот такие коцки диски я стоял на зарядке играл в телефон я просто сижу сижу и такой я знаете поворачиваю голову на него владелец zikr смотрит примерно так я вам клянусь вот такое прошение лица у него был его сын был мой подписчиком он объяснил кто я такой я с него ничего не стал брать потому что что я с него возьму это вопросы решит лёня с power wheels лёня всегда все решает все остальных повреждений по машине ноль абсолютно ноль она она идеально справилась с этим справился ли какой-нибудь бы китаец с таким перевалом возможно да возможно нет я не могу утверждать но пока на сегодняшний день на мае 2024 года не нашлось второго такого до пика который бы сказал что китаец number one а вот я могу смело сказать что tesla number one и всем спасибо что посмотрели этот видеоролик с вами был я кирюха варпач всем спасибо всем удачи всем пока будем открывать эру кибер траков а пока поехали его освобождать да конечно давай пин-код видео на безопасность а я оставляю оператора жить тут в поле а сердце таким одиноким и я не знал и я не знал но все равно сейчас я бордюр сука блять задену там на канале еще много других классных роликов зайдите посмотрите